Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Мы продолжаем серию видео от моих коллег из Alley Group, это Москва. Сегодня у нас на очереди бренд Lubix. Бренд Lubix делает Belgin. Belgin читается правильно, по-турецки произносится именно так. Этот бренд достаточно... Завод, вернее, Belgin в Турции достаточно известен, достаточно большие, они ведут разработки различные, по крайней мере, насколько мне известно. Мы сегодня будем беседовать с Андреем, это ведущий, технический специалист компании Alley Group. Очень приятно, всем здравствуйте. И он расскажет более подробно, кто, где, зачем, почему делает бренд Lubix, правильно? Lubix. Lubix. Да. Ну, давайте начнем с самого начала. Прежде всего, как появился бренд. В свете всех случившихся событий, было принято решение о расширении портфеля наших брендов, нашей компании. И один из, можно сказать так, ведущих брендов, которые попали в наш портфель, это появился бренд Lubix. Lubix. Это продукция, брендированная от компании Belgin. Belgin очень, ну, можно сказать так, один из старейших производителей различного рода смазочных материалов в Турции. И, соответственно, под брендом Lubix выпускается продукция для потребителей именно из автомобильного сегмента. Ассортимент продукции достаточно широкий, плюс ко всему существует определенная градация по сериям линеек. Ну и, как мы видим, продукт, на самом деле, даже по тому, как представлены канистры, их дизайн и, соответственно, тот массив информации, который размещен на них, он позволяет говорить о том, что бренд подходит к своей продукции достаточно серьезно. И в самой Турции он продается, я до того, как к вам ехал, посмотрел там турецкий сайт, и он присутствует в Турции. Здесь нужно помнить следующее, что практически все турецкие бренды, они сначала выходят на свой внутренний рынок и в дальнейшем уже завоевывают рынки других стран. В отличие от немецких. В отличие от немецких, говорю. Вот. Соответственно, есть определенные особенности как в ассортиментной линейке, так и в фасовке. Это достаточно интересно, на самом деле, с точки зрения того, что наш потребитель на данный момент пока еще не совсем понимает, что такое турецкие бренды. Хотя есть определенные, можно сказать так, подвижки в этом плане, они уже начинают понимать, что есть определенные плюсы именно в том, какой это качественный продукт и, прежде всего, какова его цена. По поводу фасовки здесь отдельно можно составить целый, можно сказать так, список таких вещей, которые не совсем тривиальны на нашем российском рынке. То есть, здесь у нас представлены литровые фасовки, там четверочка, есть пятерки, но есть некоторые моменты и нюансы. Тут, как говорится, появляется рояль в кустах. Вот. Прошу любить и жаловать. Вот в компании Любекс присутствует канистра в 7 литров. Почему так было сделано? Турецкие коллеги объяснили достаточно просто. Это продукт, сделанный исключительно под коммерческий транспорт, где необходимы большие объемы и, соответственно, под одну заливку. Вот. Что хочется заметить особо, это продукт с допуском от компании Ford, то есть это Ford Transit от 913-D. Довольно-таки интересный продукт, причем фасовка достойна того, что можно приобрести одну канистру, не нужно бегать там с кучей тары и, соответственно, использовать уже по назначению. Ну и сама по себе канистра достаточно такого интересного дизайна. Ну да, с 7-литровой канистрой мы встречались, и мобиловцы, в принципе, делают мобиловские продукты, тоже упаковывают в нее. В принципе, в Турции распространена 7-литровая канистра. Дело все в том, что там не только 7-литровая. У них достаточно интересный подход. Они в большинстве случаев, как говорится, делают продукт под конкретную марку. У них присутствуют такие продукты. Чтобы удобнее взглянуть. Да, 3-2 литра канистры и тому подобное. То есть они не совсем стандартные для нашего рынка. Но я думаю, что в конечном итоге мы оценим именно этот подход. И, как говорится, покупатель уже поймет. У них 20-ки там, кстати, стоит за тобой 20-ка. Очень интересная скорочка. Что касается грузовой тематики, господа из Турции сделали еще один сюрприз и достаточно интересный. С точки зрения нашего потребителя 20-ка, 20-ка, никаких тут вопросов не вызывает. Но есть небольшой сюрприз. Дело все в том, что она изначально оснащена уже специальным краном, который позволяет использовать по назначению, что называется, без каких-либо дополнительных проблем. Что это значит? Это означает следующее. Что прежде всего это у нас существует сам краник. Плюс ко всему он встроен в крышку. Это достаточно просто делается. Соответственно, крышечка закрывается. Мы выкручиваем пробку. И, соответственно, уже монтируем сам краник. Кто в курсе, на самом деле, таких вещей, как долгие переезды, особенно это дальнобойщики, такого рода, можно сказать, апгрейд канистры достаточно хорошо понимает. Смотри, а тут еще кран получается... А, он здесь открывается. Да, он открывается. То есть, это не только, можно сказать, монтажная пластина, это еще и плюс ко всему краник. Ты мне рассказывал, что потом дальнобойщики их канистры очищают, используют под пахиевого вода. Да, вымывают и используют уже по своему предназначению техническая вода или еще что-то. Главное, не для россиян, чтобы они... Я думаю, что дачники тоже оценят в дальнейшем. Пить это нельзя, конечно, после масла. Ну, а как в качестве этих канистров для технических жидкостей, пожалуйста. Канистры интересные, да. И при этом она достаточно жесткая, достаточно интересная именно с точки зрения того, что ее можно использовать очень-очень долго. Про завод. Я так понимаю, что завод Белгин. Белгин, да. Белгин. Изначально данные... Белгин. 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 Ну, есть такой, как говорится, небольшой такой нюансик. Он один завод. Да, завод один. Делается только там продукция. Более нигде. Ну, то есть, вы должны понимать, что существуют определенные, на самом деле, нюансы именно в плане выпуска продукции. Контролировать процесс на одном заводе значительно легче, чем на десятке других. Вот. Плюс ко всему, завод Белгин, он занимается не только продукцией компании Любекс. Дело все в том, что у них есть своя довольно-таки интересная база именно разработок. Плюс ко всему, они выпускают продукцию для тяжелого сегмента, то есть это индустриальное направление. Достаточно большое количество смазочных материалов именно для станков, для тяжелой промышленности. Это все собрано в одном месте и, соответственно, как говорится, есть еще бренд, который позволяет выходить на рынок для оплотновенного потребителя, то есть для конечника. Где они, в основном, продают бренд Любекс? Бренд достаточно интересно пошел по завоеванию рынка. Сначала это, конечно же, сегмент турецкий. В дальнейшем это уже пошло на Ближний Восток. И самое интересное, это уже Восточная Европа. Они достаточно там хорошо представлены, потому что, кроме того, что существует сам бренд Любекс, также индустрия под брендом Белгин, она там присутствует и очень и очень в широком сегменте. А вы как аллея группы эксклюзивные представители брендов России эксклюзивные? Да, здесь мы сейчас эксклюзивные представители. Это нам позволяет прорабатывать любые вопросы касательно ассортиментной линейки, любые вопросы касательно технической поддержки. И, соответственно, мы также можем предоставить ту информацию, которая нам необходима для того, чтобы обеспечить потребителям всем информационным массивом. Белгин, как производитель, у него исходящий контроль качества высокий. Вы сравнивали анализы ИТДС, которые вам предоставляет завод, с теми анализами, которые сделали в России? Тут можно сказать так. Да, и причем довольно-таки жестко они контролируются со своей стороны, потому что практически вся продукция, которая изначально к нам приходит, мы стараемся ее также контролировать, то есть вне зависимости от того, когда она пришла и что там на самом деле за продукт, это в обязательном порядке. То есть входной контроль мы еще здесь осуществляем. То есть вы отдаете анализы? В обязательном порядке, так как у нас уже давно налажена эта схема, и, соответственно, мы это делаем. Плюс ко всему, также проводятся определенные виды мотор-тестов, и на самом деле это говорит о том, что действительно продукт заслуживает определенного внимания. Поставки стабильные? Нет переводи с поставками сейчас? Как обстоит вообще ситуация с этим? Слушайте, как говорится, здесь вопросов вообще пока нету. Плюс ко всему, достаточно широкий ассортимент сюда заводится. Конечно, он не заводится весь. Здесь нужно учитывать то, какой спрос на рынке. Это в обязательном порядке. Существуют продукты, которые российскому потребителю вообще абсолютно, интересно. 20-50, например. Да. Но при этом могу сказать следующее. Поставки идут непрерывно, достаточно большой объем, и, соответственно... Мы тем более сейчас достроили там атомную электростанцию, и лет еще 10-20 тысяч. Дружба турецких и российских представителей власти, на самом деле, гарантирует то, что поставки будут пока непрерывно. Это хорошо, на самом деле. Когда перспективы и будущее... Бренд заходит сюда не на один день, и не на один год даже. Я думаю, что в дальнейшем наш потребитель поймет, что существуют определенные бренды, которые, ну, по большому-то счету, просто развернулись и ушли, и ниша освободилась. В вашем продуктовом портфеле бренд Любекс позиционируется как средний по ценовой... Средний ценовой сегмент, причем он позиционируется не только в нашем сегменте, он также позиционируется еще и относительно наших конкурентов, которые присутствуют на рынке. Основные конкуренты, на твой взгляд, кто это? Ну, смотрите, достаточно много тех же самых сейчас, кто позиционируется как корейские бренды. Но здесь, опять же, существуют определенные нюансы. Нужно помнить о следующем, что прежде всего у компании Любекс есть выход на международный рынок с точки зрения поставок именно самой основы базовой. Плюс ко всему это присадки, пакет. И это гарантирует то, что продукт является продуктом европейского уровня качества. А из ваших сотрудников кто-нибудь был на заводе, ездили, смотрели завод? Да, приезжали, смотрели, знакомились с производством. Это достаточно интересный, на самом деле, сам по себе процесс, потому что сам по себе завод, он достаточно большой. Плюс ко всему это ни одна, ни две, ни три линии. Плюс ко всему там обязательно, конечно же, когда ты смотришь, что это та же самая база хранения, где приходится достаточно много различной продукции, и ты понимаешь, что это действительно огромные объемы. Всегда спрашиваю представителей бренда, если будет возможность, пригласитесь делать съемки на заводе. Я обеими руками за. Пожалуйста, приглашайте. Это обязательно порядок. С ними, потому что это будет всем. Постараемся в этом помочь. Да, турецкие заводы, кстати говоря, блогеры не снимали, по-моему, мне кажется, масляные там ничего вообще, вот насколько я помню. Ну, вы не забывайте, что существуют определенные, на самом деле, ограничения в плане посещения такого рода производства. Опять же, это связано, а, с безопасностью, б, есть... Контрактное производство. Контрактное производство. В первую очередь связано с контрактным производством, потому что... Не только, не только. Это именно безопасность. Вот это изначально. Плюс ко всему, в основной массе такого рода завода, они расположены в специальных технополисах. И, соответственно, там надо пройти несколько кругов, чтобы, на самом деле, достичь цели. Это, опять же-таки, определенный уровень безопасности, который говорит о том, что это не просто... Да, если вы эти круги пройдете, и все-таки получится пригласить на завод, то я думаю, что будет материал интересен вообще для всех. Так что, надеюсь на это. Что касается Любекс и его восприятия нашей розницей, наверняка у вас уже есть опыт работы с вашим, грубо говоря, ореолом продаж. Как вообще люди реагируют? Достаточно положительно. Конечно, существует определенное, ну, что называется, долгое восприятие турецкого бренда, как бренда, который, ну, можно сказать, нам долго возили турецкий ширпотреб. На самом деле, это есть такой очень важный момент. Турецкая промышленность, она очень развитая. Существует достаточно много брендов, которые выпускаются, можно сказать так, с уровнем европейского качества, и эти продукты к нам приходят на рынок. Просто, когда у нас были именитые бренды, это, можно сказать так, на это никто не обращал внимания. Сейчас, когда ситуация поменялась кардинально, мы начинаем, наконец-таки, понимать, что существует качественный продукт за адекватные деньги, и что, собственно говоря, позволяет эксплуатировать автомобиль точно так же, как это было для всех до всех событий. Андрей, система защиты, я так понимаю, что в Турции тоже не любят системы защиты никаких, тут нет ни QR-кодов проверочных, ничего, да? Турецкая законодательность в этом плане достаточно жесткая, поэтому все вещи, которые, что называется, у нас привыкли говорить о том, что это, там, возможно, какой-то контрафакт там карается достаточно серьезно и безапелляционно, поэтому мембрана есть, вот. Но, опять же-таки, вы должны понимать, что мембрана, это не является, можно сказать так, идеалом защиты. Конечно, конечно, но люди спрашивают про это постоянно, если мембрана... Поэтому она здесь больше даже как транспортировочная больше. Вот. И при этом, на самом деле, качественная мембрана. Вообще, упаковка данного продукта, она очень, ну, стильная, красивая и, плюс ко всему, качественная. То есть вы сами вот сейчас вот держите в руках все это, можете посмотреть. Нормально. Лучше, чем Мобил Турецкий. Да. По бренду еще линейку, которую вы сейчас завозите в Россию, она ограничена или вот здесь все происходит? Нет, линейку не ограничиваем. Единственное, что, как я сказал в самом начале, существуют продукты, которые не востребованы российским рынком. Все остальное, что здесь необходимо, здесь никаких проблем нет. А линейка, которую вы возите, это Пивел, Севел, Индастриал, Антифризы? Антифризы тоже присутствуют. Они в этом бренде делают? Да. Смазки консистентные? Консистентные смазки идут не под брендом Любекс, он идет под брендом Гризон. Это тоже их бренд. Это их бренд, да, и сюда мы уже поставляем определенный. Гризон называется правильно, Гризон. Мы сделаем тоже ссылочку, разместим на сортимент. Да, да. Напомню еще раз всем зрителям, то, что вы можете задавать вопросы в комментариях к этому видео по бренду Любекс. Специалисты, али группы на них ответят. Все контакты также я оставлю в описании к этому видео. Любые вопросы, если вы не получите ответа, то я постараюсь эти вопросы ретранслировать еще раз. Нет проблем никаких. Мы как бы открыты к диалогу с нашим потребителем. Не забывайте писать, спрашивать, потому что очень важно. Бренды, хотелось бы этого, не хотелось бы многим, они, турецкие бренды, будут все равно на рынке российском. Не совсем так. Бренды турецкие заходят на наш российский рынок, это, можно сказать так, надолго. Это для них реальный шанс для того, чтобы, понимаете, насытить рынок российский. Можно, ну, что называется, очень долго насыщать, и все равно останется какой-то момент и элемент того, что чего-то нет. Вот. Поэтому для Турции это, можно сказать, огромный шанс. Да, только время покажет этот скепсис, который сейчас присутствует, да, по поводу турецких продуктов многих. Ну, это факт. На самом деле, я как человек, который тоже занимается маслами, не знаю. Секундочку. Тут я хотел бы заметить. Смотрите, у нас был скепсис касательно китайского автопрома. Мы сейчас видим кардинально другую ситуацию, и сейчас мы понимаем, что чем хуже-то. Вот. В некоторых даже вариациях это лучше. Вот. Почему здесь не пройти по тому же пути? Нет, абсолютно верно. Только время покажет. Причем, если первый вариант шел довольно-таки долго, да, это было там 10 лет, то, я думаю, в современных условиях не пройдет и года, все все поймут. Катализатор хороший. Да, очень. Да, да, да. Качественный. Андрей, спасибо огромное тебе за ответы. Еще раз напомню, пишите вопросы, будем отвечать совместно, и если не будет защитие аллеи, будет отвечать, соответственно, наши сотрудники. Пишите, спрашивайте, всегда на связи. Спасибо большое. 24 на 7. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.RU. Подпишите, поставьте лайки. Всем спасибо. И следующая серия из компании Leagru будет у нас через пару дней. Смотрите.